Эксперты оценили, есть ли угроза контрпрорыва с территории Беларуси на север Украины. Угрозы повторного вторжения в Украину с территории Беларуси пока нет. Там не фиксируется концентрация вражеских сил. Об этом в комментарии «Новости Украины» заявили военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев и военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. Ни концентрации белорусских сил, ни оккупационной российской армии в приграничных с Украиной районах не фиксируется. А значит считать, что это может произойти даже в среднесрочной перспективе, не стоит, отметил Селезнев. Он уточнил, что Украина будет фиксировать любое перемещение техники врага на территории Беларуси и соответственно принимать необходимые меры. В свою очередь Коваленко подчеркивает, что если Беларусь решится провести прорыв, то для нее это станет суицидальной миссией. Вся сухопутная армия Беларуси количественно немногим больше, чем российская группировка, которая была в Курской области. Поэтому в наступлении, если мы говорим о севере Украины, они понесут большие потери. С учетом тех линий обороны, которые подготовлены после 2022 года, рассказал он, что предшествовало. Напомним, на прошлой неделе самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко нафантазировал, что воздушное пространство страны нарушили 10 украинских дронов. Поэтому, учитывая ситуацию в Курской области, он заявил о якобы переброске военных к украинской границе. При этом министр обороны Беларуси Виктор Хренин рассказал, что к границе направили системы залпового огня «Полонез» и ракетные комплексы «Искандер». Более детально о таких провокациях Беларуси в материале РБК «Украина».